Всем привет, меня зовут Ника Некапелька, и сейчас будет распаковка вот этого всего богатства, всего, что я купила в моей поездке в Европу, что-то из Италии, что-то из Франции. Наверняка уже вышли влоги на канале, я надеюсь. Погнали, сейчас всё это покажу, расскажу, возможно, даже с ценами. Наконец-то разберу эти пакеты. Богатство. Начну с самого пустого пакета из Aleduré, как там правильно по-французски. Так как в нём ничего не осталось, кроме пустой красивой коробки, за которую я заплатила. Я купила макароны в Aleduré и съела их. Это мне, спасибо. Просто если в подарочной упаковке можно было купить 8 штук, то это стоило 24 евро, а так это стоило, по-моему, 18 евро. Так что свои законные 500 рублей за эту коробку я заплатила, она у меня сохранится, буду у неё что-нибудь складывать. Собственно, в этом пакете больше ничего нет, но было вкусно. Лучшие макароны. Но они правда вкусные. Ну, я ела такие в Москве, но они правда вкусные. Но за 8 штук 2,5 тысячи... Ну да, так себе. Это немножко до крина. Коробку я бы тоже забрала на твоём месте. Конечно. Это Bayreda. Это была просто импульсивная покупка, как и половина всего, что тут есть. Я очень люблю аромат De Los Santos в Bayreda. Он у меня сейчас стоит в Ереване, и мне хотелось такого же аромата купить себе кремушек. Думаю, я его никогда не открою, потому что он очень красивый, его жалко тратить. Но он стоил дешевле, чем у нас. То есть у нас такие крема стоят 5-6 тысяч. И в Дубае, по-моему, он стоил в районе 6. Здесь я купила его за 3. Плюс шоппинга в Европе положили в пробник духов в этом же аромате. Так что можно носить с собой и радоваться жизни. Я забыла, что такое пробник. Ты вообще сейчас офигеешь, сколько тут пробников. Я тебе сейчас отдам. В Bayreda, к сожалению, это всё, потому что я была ограничена весом багажа. Я не могла взять какие-то тяжёлые духи или что-то такое. Но я ещё за ними вернусь. Дальше перейдём к Jo Malone. Но там, на самом деле, тоже не так уж и много. Это тоже была импульсивная покупка. И тоже пробнички есть, между прочим. Я увидела, что у них есть маленькие духи. Прям вот очень маленькие. Прям вот такие. 9 миллилитров. Даже не 10. Да. Даже не 10. То есть с собой носить, в сумку кинуть, мне кажется, это идеальный вариант. Мне очень нравится один конкретный аромат Jo Malone, который ты мне дарила в геле для душа. Я не помню. Я тоже была, но он был потрясающий. Да. К сожалению, в нём не было этих духов. Поэтому я взяла... Мир, Энтонка. В общем, не знаю. Скрип. Пахнет вкусно. Пахнет хорошо. И самое то, я думаю, брать в поездки. И, соответственно, конечно же, они мне ещё положили пробничек духов. Запасаемся пробниками просто на все случаи жизни. А, и почему я взяла эти духи? Потому что они стоили 2,800. Нифига себе. Для Jo Malone, у которых просто цены куда-то улетают в космос, это, считай, я купила себе макарон Blue Direct. И пакетик красивый для сменки в школу. Дальше среди маленьких покупочек у меня здесь ещё пакетик из Dior. И я очень благодарна им, что они мне положили мои микропокупки вот в такой пакет, потому что в Дубае они положили его в синий маленький пакетик. А тут у меня есть вот эта ещё звёздочка. И я как бы её куда-нибудь да присобачиваю. Пакет очень красивый, никому не отдам. Удостоверение, что я купила. А в Dior я купила 2 помады, которые мне очень сильно полюбились. Это максимайзер для губ. 2, потому что одна мне, а одну я Полине подарю на 8 марта. Этот максимайзер, он выглядит как белый, как крем для губ фактически. Но от него пощипывают губы, то есть он с эффектом увеличения, он супер увлажняющий. На него очень-очень хорошо ложится карандаш. Можно использовать как маску на ночь. Короче, супер вещь. Стоил он в районе 4, по-моему, тысяч. И сюда же положили, внимание, внимание, 2 пробника духов. Пробники. Это ещё не всё. Ещё 2 каких-то крупных пробника георовских. Я, правда, не совсем поняла, что это. Да и не важно, главное, положили на халяву. Это крем со SPF. Приятно, приятно получить всё это в красивой упаковке с сервисом. Просто за 2 помады, по сути. Следующий пакетик у нас из La Sultane de Sabat. Оказалось, что это французская фирма, и она стоит там в разы дешевле, чем у нас. Это супер классно и приятно. Я не могла не зайти и закупиться, как в последний раз. Я взяла себе полноразмерный крем для тела в аромате, который мне очень нравится в моём маленьком креме для рук. К сожалению, маленьких не было, потому что, как я поняла, это самый ходовой аромат, и его разбирают моментально. Маленький крем, который у нас стоит 3,5 тысячи, там стоил 1400. А вот этот у нас стоит 7 где-то, а там он стоил 3. Как наш маленький. Вот такую баньё я взяла за 3000. Очень приятно. И взяла маленькие кремушки в другом аромате. Он плюс-минус похож, но он не такой терпкий. Один на подарок, один себе. Также взяла в моём любимом запахе дезодоранты. Я его уже открыла, опробовала. Он очень хорош. Дорого. Борого-то, да. И пахнет... Ну просто... Он роликовый, да? Да. Он прям пахнет, как вот этот крем. Блин, обалдеть. И взяла ещё... Взяла ещё абсолютно импульсивную маску для лица. Просто потому, что у Султана очень красивые упаковки. И эти баночки, хотя бы для фотографий, стоит купить. Такая вот малышечка. Красота. Она очищающая для проблемной кожи. Воняет она невероятно. Как и почти вся косметика Султана, если это не крем. Это пахнет чем-то просто медицинским. Очень странным. Неприятно. Но попробовать хотелось их косметику. Ну, на крайняк я поставлю это просто на полку. Время пробников. Они положили парфюм. Но я не знаю, как парфюмом можно пользоваться в такой вот упаковке. Они ещё положили миниатюры лосьонов для тела с разными запахами. Вот такие вот маленькие милые тюбики. Это очень приятно. Буду всем этим мазаться до скончания веков, мне кажется. Пока мы не перешли, наверное, к более масс-маркетовым покупкам, покажу вам вот эти два заветных пакетика. Так и манят стоят. Да, они тут прям маячат своим цветом. Начну, наверное, с большого и основного. Это то, зачем я отчасти ехала в Европу. То, что я хотела где-то полгода, наверное, купить. I'm walking. Здесь у нас всё как надо. Документики, пыльчик. Здесь моя заветная косметичка, на которую я облизывалась просто у всех в Пинтересте, в Инстаграме. Так хотелось её себе. Она внутри полностью кожаная, белой кожи, очень красивая. Мне нечего больше сказать. Просто потрясающе. Кажешь, вообще не просто. Мне даже жалко в неё что-то складывать, вдруг что-то протечёт. Ну ладно, я буду, конечно, ей пользоваться. Потому что я дала за неё 53 тысячи. Но изначально, когда я добавляла её в виш-лист, она стоила 60 тысяч. В Италии, я её в Милане купила, она стоила 53, плюс я ещё получила tax-free с неё, tax-free 7 тысяч. Так что она вышла вообще в... Сколько? 46 тысяч. Скидка приятная. В общем, это была первая покупка в Лу-Витоне, я её купила в Милане. Вторая уже произошла в Париже. В красивом пакете. Красивый пакет. Подарочная упаковка. Меня спросили, вам как подарок упаковывать? Я такая, нет. А потом думаю, да, как подарок, пожалуй, чё будет. Духи просто умопомрачительные. И тоже сейчас будет небольшая рубрика пробников, потому что на духи мне не смогли оформить tax-free. Не пробивался мой паспорт вообще никак. Очень жаль, потому что tax-free было бы тысяч пять. И они такие, чтобы загладить вину, мы вам дадим много пробников. Я вам сейчас покажу одну треть. С ума сойти. Мне кажется, это отбивает пять тысяч. В целом, да. Это всё разные духи. Здесь есть повторяющиеся их ароматы. И это одна треть, потому что ещё вчера я отдала часть маме, отдала сестре. Короче, щедро они положили пробников. Спасибо им большое. Но главное здесь, конечно, вот эта вот коробочка. Открывается как айфон, конечно, просто. Серьёзно? И в коробке-то не духи, в коробке коробка. Они ещё положили бокс для духов. Я на него не рассчитывала. Я открыла только вчера и очень удивилась, потому что здесь прям персональная коробочка для духов. Как же красиво. Я взяла 100 мл. Амбрэну Мэйт. Мне сказали, что это унисекс. Вообще, самый популярный аромат берут и женщины, и мужчины. Это очень терпкий и тяжёлый аромат. Ну, всё, как я люблю. Кожа, табак, лада. Вот это всё. С ума сойти. И что мне нравится, то, что он раскрывается постепенно разными запахами. То есть, буквально, ты на себя наносишь, он кажется сильно алкогольным. Он похож на какой-нибудь бренди, виски. Через, там, полчаса он уже раскрывается чем-то послаще. Потом шлейф у него остаётся вообще десятый. Очень вкусный вкус. Послушай, а, какой у нас сегодня? Вот эти духи стоили 36 тысяч рублей. Мамма-мия. Или как там по-французски? Мамма-мия подойдёт. Я ещё ошиблась. Я сначала услышала 25. Ну, ладно. А потом я прикладываю карту, и там 36. Думаю, ну ладно, хорошо. Они сказали, что с этими духами, когда они закончатся, я могу прийти в любой бутику и бутона, и за 90 евро пополнить их целиком. Типа рефил, да? То есть, стоили они 360, а за 90 я могу целиком их пополнять бесконечное количество раз. Ну, это твоё, это прям для тебя, да? Блин, кстати, прикол, я нюхаю, вернее, слушаю. Слушаю, да. Аромат, он по-одному пахнет, а на тебе вообще по-другому. Вот, типа, и с флакона, и на твоей коже вообще как будто два разных запаха. И он прям стойкий, капец. Я не могу с флакона вложить так красиво. Не выкидывай его никогда. Нет, конечно. Да я его даже не дотрачу. Я, наверное, сейчас всё это подвину чуть-чуть, чтобы поместить другие пакеты. Давай я уберу. Ну ладно, в сумку лежит тут. Да, ну, смотри. Так, у меня осталось два основных больших пакета. Пакет от Джо Малона, внутри ничего от Джо Малона нет. Начнём с Сифоры. В Сифоре я купила себе полноразмерный шампунь и бальзам от Гизу, потому что это тоже французская фирма. У меня просто были миниатюры этих уходовых линейок, и мне очень они понравились, поэтому спасибо. Теперь у меня есть полноразмерный, это действительно очень хороший шампунь. Бальзам, в принципе, достаточно базовый, но жирненький, хороший, у них маска хорошая. Но шампунь перфекто, мама миа. И они стоили, внимание, по три тысячи. У нас их перепродают тысяч по восемь за штуку. Я могу открывать свой бизнес. Да, получается, прям сейчас. Покупаем только сегодня. За пять тысяч. Из Сифоры то, что мне очень грамотно впарили, я согласилась купить. Я хотела себе взять от Орденали сыворотку с серумом для лица и с ретинолом. Но милая продавщица, просто потрясающая итальянская женщина, похожа на Анну Винтур. Она такая, какой тебе ретинол? Это мне ретинол, а тебе вот это. Я такая, ну ладно, давай. Она была такая красивая, хорошая, я не устояла. Поэтому взяла, она еще сказала, что это фирма чисто итальянская, очень хорошая. Фейсет, вот так вот это все дело выглядит. Это сыворотка с витаминами, с комплексом витаминов для лица. То есть под крем, на ночь, днем. Попробуем. Не знаю, что это с чем. Что-то в районе трех тысяч она стоила. Ну, собственно, как в Орденри, если бы я взяла. И взяла еще бальзамчик, но это на подарок от фирмы Ланейджи. Не знаю. Просто это хорошие бальзамчики. И у нас не было такого вкуса. Это с, по-моему, да, мишки Гарми. Далее у нас идет покупочка из H&M. Из H&M Home. H&M. Да, был такой у нас. Был, да, у нас. Первое, что я взяла, не удивляйтесь, это ложки золотые. Они не для меня. Они на подарок моей подруге Полине. Она кондитер, она часто фоткает что-то красивое с золотом. Она будет в восторге, господи. Она же любит с золотом. Слушай, ты прям вообще. Вот, стоили, тут даже написано, 10 евро. Далее, ей же на 8 марта я купила книжечку Dior. Это интерьерная просто книга. Ей просто нравится Dior. Я надеюсь. Ну и остальные просто были цветные книжки, а эта беленькая. Мне кажется, что для фоточек, для раскладочек это будет красиво. Она стоила 18 евро. Свиточки. Там багет, надеюсь. Было бы славно. Свечки за Chindam Home. Какие-то вывернутые, все необычные, симпатичные, но минималистичные в цветах. Потому что я поняла, что все-таки яркие свечи, наверное, немножко поднадоели, что ли. Хочете попробовать такие? Не знаю, как они будут гореть, потому что на моем опыте из Chindem'а не самые были лучшие свечи. Но это не помешало взять еще. У нас такое стоит очень дорого. А, кстати, вот этот набор стоил 13 евро за 8 свечей. А, за 8 это нормально, кстати. Я думаю, у нас дешевле. Я взяла еще вот такие симпатичные. Сказала, что цвет надоелый, взяла цветные. Такие вот зелененькие. Они вообще стоили 6 евро весенние цветочками за 9 евро. Немножко жалко. Жаль, что я все это делала. И все, что здесь осталось, это из Urban Outfitters. Магазин, в котором я, мне кажется, никогда особо не беру вещи. Но всегда беру вот эту мелкую ерунду. Я взяла себе там 2 одноразовые пленочные камеры на 27 кадров и на 39. Такую я пробовала очень много раз. Это прекрасная камера. Здесь просто кадров гораздо больше. Я вот такую дарила своей подруге. И надеюсь, что там хорошее качество снимков тоже получается. Они стоили обе по 25 евро. Что в целом, как и у нас, только у нас их особо не достать. Вот эту камеру она все равно везет из-за рубежа и может просто не доехать до вас. Я считаю, главная покупка из Urban Outfitters... Это мини-колода карт. К мини-монополии твоей, да? Можешь принести, пожалуйста, она там лежит на... Сейчас таки. У меня какая-то мания на вот все такое маленькое и смешное. Спасибо. В нее можно играть, реально. Да. В Дубае я себе купила Urban Outfitters мини-монополию вот такую. Там правда есть поле, там есть все карточки, денежки, фигурки. Играть в это невозможно, особенно с ногтями. Но мне кажется, это забавно. В колоду карт играть можно. Вы все будете со мной в нее играть. Хорошо. Вам придется. Это здорово. Это для покера, да? Или просто? В дурака ладно поиграть. Я думаю, может... 54 карта просто по колоду. А, ну это даст надо для всего. И стоила она 13 евро. Мне кажется, это прекрасное вложение. Носить с собой в кармане и внезапно всем предлагать поиграть. Последний пакет, самый большой, потому что он с вещами. О, мой гад. Сам пакет из Коз. Я впервые купила что-то в Коз. И вообще не знала, что это дочерняя компания Чендема. Просто более премиального сегмента. Я всегда к Коз относилась как к какому-то суперклассному, дорогому бренду. Оказывается, это Чендем. И у них же еще есть бренд The Other Stores. Там тоже более премиальный сегмент. Но это все тот же Чендем. Но здесь из разных магазинов вещи. Потому что я не повезла с собой из Европы масс-маркетовые пакеты. Так что покажу вам так. В основном был набег на Бершку, конечно. Убезла себе вот такой вот свитерочек в сеточку. Очень симпатичный. Вообще не теплый. Но мне кажется, что он достаточно сейчас трендовый, наверное. Такая сеточка. Но топ, наверное, нужен покороче под нее. Просто на топ надевать и радоваться жизни. И стоило, кстати, что меня удивило, Бершка и всякий масс-маркет очень дешевый в Европе. Хотя я думала, что из-за курса доллара будет дорого. Из-за курса евро. Но вообще нет. Дальше у меня здесь свитер из Кос. Как раз таки, который я купила. Мы не изменяем цветам, которые мы любим. Вот такой вот свитерок. Он из такой ткани. Как будто это махровое полотенце, но очень плотное. Как буклевый, глядит как бы. Он очень мягкий. И у него такие вот защипки на рукавах. Что делает его немножечко необычным. Вот он стоил 9 тысяч. А в H&M как бы вещи и много. Ничего себе. Да. Но мне предложили подписаться на них. Я получу скидку 10%. Так что я взяла дешевле. Далее ничего нового, никаких ярких цветов. Это находочка из Zara. Это свитшот, где написано Monmart. Это район, в котором мы вообще жили в Париже. Купил я ее в Милане, а в Париже этой коллекции не было. Вот с этим свитшотом произошла история. К сожалению, он теперь домашний. В день, когда я его купила, мне положили в пакет Zara, который, между прочим, стоил 25 центов. У них не бесплатные пакеты. Был дождь. Этот пакет через 5 минут превратился в салфетку и разорвался. В момент этого ливня я иду, обнимаю этот пакет, потому что, ну, некуда деть кофту, нужно ее укрыть от дождя. Я подскальзываюсь на камнях, падаю, разбиваю себе коленку. Вместе с этим у меня летят все мои покупки. Через меня было уже, у меня в руках был пакет с пиццей, который мы взяли take away. И весь жир от пиццы отпечатывается на вот этом новеньком свитшоте. Уже мое сердце. Я стирала его 4 раза. Он не отстирался. К сожалению, на нем остались жирные пятна, которые не уходят. Я еще буду бороться за него, потому что он прекрасный. Но мне кажется, что еще пару стирок, и он сотрется в прах. Обидно, что я просто не нашла второй такой же во Франции, потому что у них тупо не было этой коллекции. Поэтому осталось со своим жирными пятнами историей. Дальше тут осталось 4 вещички. Все опять из биржки. К слову, 13 евро. Потрясающий боди. Клевого качества, с открытой спиной, как будто бы это слитный купальник. И вот я взяла в двух цветах себе на весну, на лето. И также не могла упустить шанс и не взять прекрасное платье. Денющее, приталенное платье с очень широкой такой юбкой, прям коктейльной какой-то. Вот просто, ну, этот рисунок. Я умираю с цвета. Это какая-то картина. Да, да, да. Стоило оно 36 евро. Оно мраморное, да? Ну да, кстати, оно мраморное. И последняя вещь, которая здесь есть, также из биржки. Это коллаборация биржки с Национальной галереей искусств. Вообще, это мужская коллекция, но мне понравилась. Это такой свитер-свитшот с картиной. Вот эта, конечно, штучка стоила 5000 из-за того, что, видимо, это коллаборация. Она стоила того. Ну, он такой мягкий, и у меня никогда не было таких экспериментальных цветов. Захотелось попробовать с чем-нибудь. Даже вот с этими штанишками, если надевать весной, мне кажется, будет хорошо. Очень мягкий и приятный. И в итоге в биржке я пошопилась суммарно на 12 тысяч столько вещей. 12 тысяч? У нас на 12 тысяч можно одну-две кофты взять сейчас. В лайм зайди, ты там купишь джинсы только себе. Ну да. В общем, на этом были все мои покупки из Европы. Нет, там еще собака, ну ладно. Это 2 тысяч. Нет, я ее надо показать. Я еще в Чиндом Хом купила собаку для моего пса Булки. Он любит мягкие игрушки, это ему на день рождения будет. Все мои покупки из Европы. Суммарно я потратила на это все около 150 тысяч. Надеюсь, вам было интересно это видео. Подписывайтесь, может быть, вы что-то добавите себе в виш-лист. Или захотите тоже купить, здесь много, мне кажется, прикольного и классного. Ставьте лайк этому видео, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мои соцсети. Они написаны внизу в описании. И до новых видео. Пока. Лайк, если хотите маленькую колоду карт. И добавите в виш-лист. Он такой милый. Он такой сратый. Такой хороший.